Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава первой книги Паралипомена, читая перевод российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Это очень необычная глава, надо сказать. То есть мы видели не раз уже и, наверное, еще видим, что книги Хроника или Паралипомена, они пересказывают то, что было сказано в книгах царств, все те же самые сюжеты, но довольно своеобразно. Где-то что-то по-другому описано, где-то какие-то дополнительные детали или, наоборот, важные эпизоды отсутствуют, но так, чтобы смысл прямо выглядел противоположным, пожалуй, нет другого примера. Сатана напал на Израиль и стал подстрекать Давида, устроить в Израиле перепись. Вот так просто. А в 2 книге Царств, 24 глава, начинается та же самая история. Разгневался Господь на израильтян и стал подстрекать Давида. Сатана напал или разгневался Господь, это же совершенно разные вещи, нет? Ну, давайте прочитаем историю, потом вернемся к этому вопросу. «Давид сказал Иоаву и другим предводителям народа, ступайте, пересчитайте всех израильтян от Баершевы до Дана и предоставьте мне отчет, чтобы я знал, сколько у меня народа». Ну, вообще желание Давида вполне понятно, он царь. Что нужно знать царю? Сколько у него людей, перепись он проводит, да, люди важнейшие ресурсы, соответственно, для него это первый вопрос, да. Потом можно считать баранов или золото или что-нибудь еще, но люди — это самое главное. Иоав ответил, «Пусть Господь увеличит во сто крат численность народа, все они, господин мой царь, твои верные слуги, так зачем же ты собираешься это делать? Мой господин, это ляжет грехом на Израиль». Вторая загадка, но ее, может быть, решить немножко проще. Что плохого в переписи? Более того, это ляжет грехом на Израиль. Ну, давайте этот вопрос оставим, прочитаем историю, хотя бы основную ее часть. Однако Иоав вынужден был подчиниться приказу царя. Он отправился в путь, обошел весь Израиль и вернулся в Иерусалим. Иоав представил Давиду данные переписи народа. В Израиле было миллион сто тысяч мужчин, носящих меч, в Удее — четыреста семьдесят тысяч. Однако левиты и вениамитяне не были включены в перепись, потому что Иоав понимал, что этот приказ царя — мерзость. Интересно, что, ну, во-первых, мы здесь видим, да, Иоав делает, но нехотя. И он исключает два племени, и об этом ничего нет в книге царств, да. При этом, кстати, в книге царств другие цифры. Там восемьсот тысяч и пятьсот тысяч человек. Можно сказать, ну, да, наверное, потому что Иоав здесь исключил, а там не исключил, но цифры все равно не совпадают, потому что в книге Паралипоменон больше в Израиле миллион сто тысяч мужчин, а в книге царств восемьсот тысяч, да. То есть если бы он, наоборот, там исключил, было бы как-то логично. Третья загадка. Вообще ничего не понимаю. Богу была ненавистна перепись. Ну, логично, если сатана это сделал. И он навел беду на Израиль. Почему на весь Израиль, если Давид один виноват? Давид обратился к Богу. Тяжко согрешил я своим поступком. В чем? Отпусти твоему рабу его вину, ведь я совершил это по большой глупости. Гаду, провидцу Давида, там был раньше пророк Нафан, но пророк гад. Было слово от Господа. Иди, объяви Давиду. Так говорит Господь. Три кары я тебе уготовил. Выбери из них себе одну. Как ты решишь, так и я поступлю с тобой. Ну, дальше история про наказание. Значит, история про перепись, в общем-то, закончена. Давайте подумаем, что мы про все эти загадки знаем. Ну, третья самая, на самом деле, простая. Почему расходятся числовые данные? А вот они расходятся. Переписчик ли ошибся? Что-то ли еще вкралось? Две версии предания, то есть рассказывали по-разному. Не сразу же записывали, не по свежим следам. Вот провели перепись и тут же записали. Да, то есть это какое-то время было устным преданием. То есть, оказывается, в Библии есть места, которые не совсем точны с точки зрения каких-то сухих фактов. Непонятно, да? Но мне кажется, очень логично, если вспомнить о том, что Библия все-таки понимается христианами как слово Бога человеческое, как божественное откровение, облеченное в человеческие слова. И человеческие элементы отсюда не устраним. Поэтому люди где-то что-то не точно запомнили, не так записали. Но эти расхождения, они не касаются существенных вещей. Они не касаются того, что небо и землю сотворил кто-то другой. Но здесь есть кто-то другой. Сатана напал на Израиль, а там гнев Божий разгорелся. Разве это не противоположные вещи? Ну, смотрите, в современном богословии у нас есть очень много таких тонких элементов. Мы говорим, что Господь попустил сатане искушать человека. Мы встретим это в Библии? Нет. В Ветхом Завете. Тем более там довольно все просто. Вот он написан таким языком очень простым, часто телесным, как говорится, о том, что у Бога есть глаза, руки, уши и так далее. И, соответственно, мы понимаем, что нет у Бога глаз и рук, вот как у меня или у каждого человека есть. И, соответственно, мы видим, что это просто такой способ выразить некую идею простыми и понятными словами. Можем ли мы здесь согласовать эти повествования? Да, довольно легко. То есть гнев Божий — это не обязательно наказание, которое действует непосредственно от Бога. Это может быть именно попущение, говоря языком современного богословия. То есть у сатаны возникает возможность это сделать. Ну, ладно. А что плохого в переписи-то? Вот регулярно проводится в любой стране перепись. Это очень важно для государства знать, сколько у него людей. И где они живут, какие это люди. Исходя из этого, ему надо строить свою политику и инфраструктуру создавать. Смотрите, что такое царь в понимании Ветхого Завета? Это наместник Бога, царь Израиля. Мы не говорим о языческих царях сейчас. Он наместник, то есть он не владеет этим народом. Что значит «я пересчитываю»? Я пересчитываю деньги в своем кармане. Это мои деньги. Или там стулья у себя в доме. Или баранов у себя в стадии. Неважно, я этим владею. И тем самым я заявляю свои права на это владение. И Давид заявляет свои права на израильский народ. Фактически. В чем смысл всей истории Давида? Про Липомен хроники как раз это подчеркивают всячески. Что сам по себе он никто. Он пастух. Бедный мальчик. Его Бог сделал царем. Он его охранял на всех его путях. И все подобное тому. И что в результате? Вот он говорит. Ну вот теперь я добился результата. У меня есть такой огромный народ. Такая прекрасная страна. Государство могучее. Фактически это означает, Господи, а ты, в общем, мне не очень нужен. Он так не говорил. Да, я понимаю. Но это начинает так выглядеть и начинает так выглядеть в глазах всего Израиля. Еще интересная вещь, что действительно эта беда постигает весь Израиль. То есть Давид царь, он представитель этого народа перед Богом. И поэтому, в общем-то, его поступки – это нечто, что влечет за собой ответственность уже всего народа. Так бывает и в современной истории. Мы понимаем, что поступки или решения, которые принимает глава государства, они так или иначе сказываются на всем его государстве. Да. Такая непростая история. Но она еще не то, что не закончилась, она едва началась. Значит, перепись состоялась. Гад пришел к Давиду и сказал, «Так говорит Господь, прими одно из наказаний». Тоже интересно. Мы, пожалуй, нигде в Библии не видим, чтобы человеку предлагали выбрать наказание. Вообще-то довольно странная идея, правда? Если наказывают, то это делают то, чего человек не хочет. Ну, еще одна загадка. Либо три года будет голод, либо три месяца враги будут настигать тебя, и ты будешь убегать от них, либо три дня будет мор в твоей стране, и тебя поразит меч Господень. Господень ангел погибели пройдет по всем пределам Израиля. Решай, что мне ответит тому, кто послал тебя. То есть, чем короче, тем суровее, да? Три года голод, три месяца он будет бегать от врагов, а у Давида богатый опыт по этой части, либо три дня эпидемии. Давид ответил гаду, тяжко мне очень. Пусть лучше я попаду в руки Господа, ведь велика милость его, только бы не оказаться мне в руках людей. Значит, ясно, что он отвергает второе. И голод понимается как стихийная природная сила, хотя тоже, в принципе, это можно понять наказанием от Бога, принять как наказание от Бога, это оно так и есть. Враги, которые нападают, это их действия, это человеческие действия, и, наконец, вот мор, который прямо уже, как вот некий меч Господень, то есть то, что приходит от Бога. Давид выбирает последнее, но не потому, что это короче, а потому, что это в руках Бога, а потому, что как с ним поступят люди, трудно предугадать, на милость Бога он надеется. То есть, смотрите, он мог бы просить о милости прямо сейчас, но вместе с тем он принимает это наказание и тем самым принимает власть Господа над своим народом. Он говорит не просто, ну да, я не хочу бегать, ну пусть лучше люди умирают от эпидемии, да, ну лишь бы мне никуда из дворца не выходить. Он говорит, Господи, это твой народ, вот, ну что я могу сделать, он действительно твой. А кроме того, мор – это то, что сразу обесценивает перепись. Много народа-то умрет, да, и ее данные окажутся бессмысленными. Для нас это кажется довольно жестоким, особенно то, что дальше. Господь навел мор на Израиль, и погибли 70 тысяч человек. Бог послал ангела, чтобы уничтожить Иерусалим, но когда уничтожение уже началось, смотрите, не просто мор, эпидемия, там, чума, холера, а вот прямо ангел уничтожает. И Господь передумал и остановил бедствие, сказав ангелу-губителю, хватит, отпусти занесенную руку. И вот тем самым, да, Давид, в общем, оказывается прав именно в тот момент, когда он говорит, я полагаюсь на твою милость, Господи, а не на числа. Да? То есть этот рассказ имеет, конечно, очень важный смысловой такой здесь, ну, смысловое наполнение, а не просто рассказ о том, что вот были там всякие неприятности. Ангел Господень в этот миг был около гумнаурнана и усея. Давид поднял глаза и увидел между небом и землей ангела Господня с обнаженным мечом в руке, простертым над Иерусалимом. Вот он видит как раз то, что это наказание и происходит. Давид и его старейшины, все одеты в рубище по оленице, Давид воззвал к Богу. Ведь это же я велел провести перепись, это я согрешил, я, пастух, совершил преступление, а эти овцы, в чем они виноваты? Господи, Боже мой, на меня обруш свой гнев и на мой рот, только на рот свою и не трогал. Смотрите, получается, что молитва о милости, она после того, как рассказано, собственно, о помиловании, да? Тоже необычная история. Но этот рассказ, он именно о суверенитете Бога, если можно так сказать, современным словом пользуясь, о том, что он творит со своим народом то, что желает, а Давид грешит ли он, кается ли он, делает ли он что-то еще. Он, конечно, многое может изменить в своей судьбе, даже и в судьбе своего народа, но не он решает, что с этим народом происходит. Кстати, что это за место Орнан-Евусей? Ну, насколько мы можем понять, это то самое место, где впоследствии будет воздвигнуться храм, и об этом дальнейшее повествование. Почему это так важно нашему автору? Он именно о храме говорит больше всего. Во. И тогда ангел Господень через гада повелел Давиду пойти и воздвигнуться на гумне Орнана-Евусей жертвеннюю Господу. И Давид пошел, как повелел ему гад, говоривший от имени Господа. Орнан обернулся и тоже увидел ангела. Орнан-Евусей, то есть он не израильтянин даже. И вот это явление ангелу, оно показывает всем народам, для начала этому конкретному человеку, что здесь присутствует Господь, здесь присутствует ангел. И жертвенник то, что умилостивляет Бога, то, что служит в Ветхом Завете знаком договора. Четверо бывших с ним сыновей спрятались. Вот можно язычнику спрятаться, можно принять, по крайней мере, это явление. Когда Орнан обмолачивал пшеницу, к нему пришел Давид. Увидев Давида, Орнан вышел с гумнаем и навстречу, и поклонился царю до земли. Давид сказал Орнану, продай мне твое гумно, чтобы я мог воздвигнуть на нем жертвенник Господу, чтобы прекратилась кара, постигшая народ. Почему продай гумно? Гумно — это место, где обмолачивают пшеницу. Рассыпают ее на твердой поверхности и дальше катают по ней. В древности катали по ней разные приспособления, чтобы было еще зерно из шелухи. Ну и что? Ну, воздвигнул жертвенник. Жертвенник немного места занимает. Да, но тогда это чужая земля. То есть Давид не может позволить себе строить жертвенник, чтобы потом этот жертвенник снесли, или, я не знаю, использовали шашлык на нем, жарили себе. Это должно быть священным, это должно навсегда остаться божественным. Для этого он должен это подарить, как он может подарить чужое. Чтобы я мог воздвигнуть на нем жертвенник, чтобы прекратилась кара, постигшая народ. Продай мне его, я заплачу тебе полную цену серебром. Арнен ответил Давиду, царь пришел к нему. Возьми даром, господин мой царь, делай, что тебе угодно, и еще я отдаю быков для всесожжения, молотильные сани на дрова. Санит, как раз то, что катали по зерну, они в основном из дерева, хотя туда вставляли обычно всякие каменные, такие острые штучки, чтобы вылучивать зерно. Молотильные сани на дрова и пшеницу для хлебного приношения. Все это я даю даром, а хлебное приношение — это то, что сопровождает животную жертву. Но царь Давид ответил Урнану. Вполне естественное желание Урнана угодить своему царю, в конце концов. Как невежливо брать царя деньги. Нет, я должен заплатить тебе полностью серебром. Я не стану приносить Господу то, что мне не принадлежит, и не буду совершать всесожжение, которое ничего не стоило мне. То есть за свой народ, который тоже ему не принадлежит, он не будет давать того, что ему не принадлежит в качестве жертвы. Жертва — это свое. Жертва, которая ничего тебе не стоит, не жертва. Давид ответил Урнану в уплату за этот участок земли 600 шекелей серебра. Кстати, в царствах немножко другая сумма — 50 шекелей. Странно, прямо разница в 12 раз. Но это довольно большая сумма, потому что шекель — это 10 с небольшим граммов. То есть 6 с лишним килограммов серебра дорого. Там он построил жертвенник для Господа и принес жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Давид возвал Господу, и тот ответил ему. Огонь сошел с неба на жертвенник для всесожжений. Тогда Господь велел ангелу ложить меч в ножны. Огонь сошел с неба, то есть огонь был нечеловеческий. Вот это жертвоприношение было подтверждено свыше. И, в принципе, вся эта история про то, что человек что-то старается, рассчитывает, считает. То людей, то деньги, но от Бога. Либо принятие этого происходит, либо нет. Тогда же Давид, увидев, что Господь ответил ему на гумне, арнана и усея, совершил там жертвоприношение. В то время скиния Господня, которую сделал в пустыне Моисея, и жертвенник для всесожжений находили в Сгаваонском святилище. Ну вот описана история, как был перенесен в свое время вот этот самый ковчег в Иерусалим. Стало быть, это еще до того. Но Давид не мог отправиться туда, чтобы послужить Богу, потому что его охватил ужас пред мечом ангела Господня. Интересное такое дополнение. В царствах его нет, конечно. Зачем оно здесь нужно? Ну, потому что самое главное — это храм. И получается, что вот в данный момент храм не здесь. Ну, тогда еще скиния, храм в смысле каменного здания, но скиния все равно храм, да, просто переносной. И Давид вдруг переносит жертву не в скинии, не перед скинией, где-то вот в другом совершенно произвольном месте. Да, ему Господь прямо там явился, ангел явился, но все равно. И нашему автору, который сосредоточен на истории храма, это главная тема, хроник про Липоменон важно объяснить, а почему в этот раз не перед скинией. Ну, и это объяснение, соответственно, служит такой отправной точкой для того, чтобы поговорить о строительстве храма. О чем еще автор про Липоменон любит говорить? Больше ни о чем настолько, как о строительстве храма. Продолжение следует...